Вчера около 9 вечера в Екатеринбурге на Синих Камнях восьмерка «Жигулей» сбила подростка. 13-летний Илья вышел из киоска, расположенного на автобусной остановке. На ней, как это иногда бывает, стоял автобус. А чтобы попасть домой на Анны Бычковой 10, мальчику надо было перейти дорогу. Вот только надо было бы обойти автобус сзади, как это положено. Но Илья, к сожалению, обошел спереди. А в это время автобус объезжала невидимая ему восьмерка. Подошел автобус к остановке, а мальчик вышел из киоска. А водитель восьмерки посмотрел, что никого нету впереди, и пошел на обгон автобуса. А в этот момент мальчик выскочил, бежал. И, как говорится, стукнуло его, подбросило. Многие в таких ситуациях склоняются к тому, что водитель не виноват. Мол, мальчик сам нарушал правила, выбежал прямо под колеса, и водитель был бессилен. Но минуточку, в этой ситуации водитель не должен был быть бессилен. На улице практически белый день, вовсю светит солнце, не слепят, кстати. Встречные водители тоже не слепят. Дорога абсолютно сухая и, на удивление, ровная. Вообще-то известно, что автомобиль – это источник повышенной опасности. И на водителя всегда лежит гораздо большая ответственность, чем на пешеходах. Водитель обязан предвидеть развитие ситуации. Тем более, видя, что на остановке стоит автобус. А в автобусах ездят люди, и далеко не каждый из них станет обходить его как положено. Более того, прямо у места происшествия, для не особо догадливых, висит знак, предупреждающий о том, что здесь дети часто перебегают дорогу. Если не можешь разобраться в ситуации, снижай скорость до черепашьей, но не дави людей. Между тем, сила удара, по словам очевидцев, была такова, что бедняга несколько раз перевернулся в воздухе. По счастью, Илья остался жив и даже в сознании. Скорая уйзла его в больницу. В этой ситуации пострадала и беременная супруга водителя, сидевшая рядом с ним в машине. От нервного потрясения ей стало плохо, и ей самой понадобилась помощь. Хорошо, что ограничилась валерьянкой.